Всем привет! Очередной выпуск новостей. Друзья, он будет относительно коротким. Видео я собираю в походных условиях, фактически на коленках. И несмотря на это, я порадую вас красивыми пейзажами с Эрли Бича, Кенса и Порт Дагласа. Пожалуйста, поставьте ваш лайк прямо сейчас. Это важно для продвижения видео в алгоритмах Ютуба. И мне также будет приятно, что я не зря работал даже во время своего отпуска. Итак, поехали! Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ночью в Гипсленде. Это в 130 километрах от Мельбурна. Землетрясение произошло в 12.50 утра в пятницу. Его ощутили более 4000 жителей Мельбурна. Главный научный сотрудник Центра сейсмологических исследований говорит, что людям следует опасаться новых подземных толчков в ближайшие дни и недели. А еще одно землетрясение было зарегистрировано во вторник в 10 километрах от Фостера магнитудой 3,3 балла. Эти два землетрясения находятся на разных линиях разломов. Сообщений о травмах и повреждениях не поступало. Лесной пожар, полыхавший в Куинсленде с августа по ноябрь прошлого года, уничтожил 344 тысячи гектаров леса. Ну, точнее сказать, подпалил. Из них 167 тысяч гектаров находилось на территории национального парка. Также были повреждены пастбища. Однако, по прошествии всего лишь трех месяцев, все снова зазеленело. Парк и лес выглядят сейчас именно так. Квартальный экономический прогноз предсказывает, что тяжелые экономические условия сохранятся в первой половине этого года, а уровень безработицы превысит 5% к 2025 году. При этом чиновники штата Виктория взимают с налогоплательщиков сотни тысяч долларов за поездки за границу в электоральных целях. В прошлом финансовом году парламент потратил 204 тысячи долларов в виде пособий на международные поездки и еще 287 тысяч на внутренние поездки по Австралии. Ну, конечно, Австралия все-таки большая, поэтому трата огромная. Например, оппозиционный министр искусств Дэвид Дэвис взял с налогоплательщиков почти 10 тысяч долларов за тур по Европе, который включал посещение Салонников, Афин, Криты, Милана, Парижа и Лондона, где он, цитата, «встречался с правительствами, региональными, муниципальными чиновниками и чиновниками галерей». Друзья, видимо, тяжелые экономические времена в Австралии работают как-то выборочно и работают не для всех. И сенатор расследует структуру ценообразования в Колс и Вулверс, а также в других больших австралийских торговых сетях, из-за роста цен и несправедливого ценообразования. Колс заявила, что цены в ее магазинах, возможно, и выросли. Действительно, возможно, и выросли. Но это не приведет к увеличению прибыли компании, которая в прошлом финансовом году сообщила о чистой прибыли в размере 1 миллиарда долларов. Расходы на поставщиков стали крупнейшими эксплуатационными расходами Колса в прошлом финансовом году и составили 32 миллиарда долларов из общей выручки, которая составила 40 миллиардов. Вулверс заявила, что увеличение стоимости продуктов было вызвано ростом затрат со стороны наших партнеров-поставщиков и циклическими воздействиями на рынках свежих продуктов. При этом фермеры отказываются работать с этими ритейлерами из-за крайне низких закупочных цен, которые не менялись в течение нескольких лет. В результате в Австралию возят дешевые продукты из Азии, а вот местные фермеры вынуждены закрывать свой бизнес. Действительно, давно пора навести порядок в этой сфере. В Австралии продолжается рост недвижимости. Рост цен в январе изменился следующим образом. В Перте цены выросли на 1,6%, в Адалаиде на 1,1%, в Брисбоне на 1%, в Дарвине рост составил на 0,3%, в Сиднее всего на 0,2%. А вот в Мельбурне цена снизилась на 0,1%, в Канбере на 0,2%, а в Хоббарте на 0,7%. Хотя это снижение, вернее, назвать коррекцией. И правительство намерено принять жесткие меры против иностранных собственников недвижимости. Законопроект утроит размер пошлины для иностранцев, желающих купить дом в стране, и удвоит плату за незанятую недвижимость, которая была куплена после 9 мая 2017 года. Таким образом, правительство старается вывести как можно больше недвижимости на рынок, и заодно распугать оставшихся инвесторов. Друзья, в прошлом видео о недостатках Австралии я рассказывал о причинах проблем на рынке недвижимости. Посмотрите. Ссылка будет в конце этого видео. Далее. Существует опасение, что из-за требований по сокращению выбросов транспортных средств на 60% к 2030 году может привести к тому, что популярные внедорожники и юты исчезнут с австралийского рынка. Федеральное правительство заявило, что оно установит минимальные стандарты для производителей по расходу топлива и выбросам углекислого газа для транспортных средств для австралийского рынка. Австралийцы, я полагаю, на тормозах это не спустят, потому что внедорожники – это святое для ОЗИ. А вот средний рост цен на новые автомобили в Австралии в течение года составил более 20%, больше, чем средние цифры инфляции. Увеличение стоимости варьировало в зависимости от модели, но самый большой рост, более 25%, произошел в секторе малолитражных автомобилей. Печальная статистика. В Австралии ежегодно умирает более 2000 человек от передозировки. Это больше, чем те, кто погибает на дорогах из аварий. Действительно, очень странно. Самоубийцев в Австралии больше, чем жертв от несчастных случаев. И это в обеспеченной стране действительно странно. Немного про Олимпиаду. Все политики Квиснанда согласились о нецелесообразности реконструкции стадиона Габа для проведения Олимпийских игр 2032 года, так как проект стоимостью 2,7 миллиарда долларов не рентабелен. Федеральное правительство не собирается субсидировать реконструкцию, а горожане не собираются оплачивать этот проект из его кармана. И в результате реконструкции будет снесена одна из самых старых школ Брисбана. Олимпийские игры 1932 года пройдут в другом месте или даже в других местах. Единственный вопрос теперь, где именно? Лично я не расстроился по этому поводу, так как стадион находится прямо перед нашим домом. И реконструкция начала бы для нас жизнь на стройке в течение нескольких лет. На этой неделе в Австралии аномальная жара. В воскресенье днем в Мельбурне, в Сиднее, Далаиде, а также Камбере температура достигала отметки в 35 градусов. Бюро метеорологии сообщило, что это был самым жарким днем лета для юга и востока страны. Согласно данным опубликованной службой по изменению климата, глобальная температура в январе была самой высокой за всю историю наблюдения и превышала на 1,6 градусов Цельсия до индустриальный уровень. Вот, наконец-то, хорошая новость. Вы помните, я рассказывал, что судно с 16 тысячами овец, которое направлялось в Европу, вернули из-за беспорядка в Красном море. Но разгрузиться в порту Перта не позволили из-за требований карантина. В результате животные застряли у побережья в течение месяца в 35 градусной жару. И на этой неделе, наконец-то, началась разгрузка. И, пожалуй, последняя новость. Лунный Новый год, год дракона, стартует в эту субботу и будет отмечаться во многих азиатских странах, в том числе и в Австралии. Празднования обычно проходят в китайских кварталах. Они продлятся в течение 15 дней. Обычно это красочные мероприятия с танцами, с драконами и вкусной едой. А если вы перейдете по ссылке в описании под видео, то сможете пройти небольшой тест и узнать, насколько вы знаете азиатскую культуру. Друзья, на этом все основные новости. Надеюсь, видео ряд вам понравился. А более подробное сравнение жизни в этих небольших городах будет в одном из следующих видео. Не забывайте о наших телеграм-ресурсах, о нашей группе по иммиграции, о переезде через студенческие программы и о нашем новостном канале. А на моем сайте я размещаю самые важные новости и делюсь своими соображениями. На сайте вы также найдете ссылки на многие полезные ресурсы. По вопросам переезда в Австралию, пожалуйста, пишите мне на email. Я стараюсь отвечать вам в течение суток. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Удачи!